Здравствуйте, ребята! Рад вас снова видеть в гостях у Фимки. Сегодня нас ждет новый интересный гость и новая замечательная сказка. В библиотеке города Североморска отнюдь не унылые научные учреждения. Творческие встречи, фестивали, флешмобы, литературные гостиные, кукольные спектакли. Что только не устраивают наши сотрудники для своих читателей. Совсем недавно проводился конкурс профессионального мастерства. Лучшим библиотекарем 2017 года стала Наталья Адольфовна Цверко. Она и пришла в гости к Фимке, чтобы прочитать сказку своего любимого детского писателя. Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам прочту сказку Плецковского. Самое интересное слово. Каждый раз, когда наступал вечер, мама кенгуренка о воске вздыхала. Почему она вздыхала? Потому что надо было снова укладывать в постель своего сынишку и укачивать, укачивать, укачивать. Кенгуренок привык, что его укачивали. Иначе он не засыпал. Стоило маме отойти от кроватки и сразу авоська поднимал такой крик, такой плач, что хоть уши ваты затыкай. Пригласила мама доктора Дикобраза Христофора. Узнала доктор в чем дело и покачал головой. Тут никакие уколы не помогут. От такой болезни может вылечить только... Микстура? Спросила мама. Нет. Примочка? Нет. Компресс? Нет. Что вы! Вашего больного не спасут. Никакие микстуры, никакие примочки и никакие компрессы. Но не надо огорчаться. Я уже не раз встречал подобных больных. И все выздоравливали. Доктор, скорее выписывайте свой чудесный рецепт, и я побегу в аптеку. В аптеку идти не придется. От болезни, которой страдает ваш кенгуренок, есть одно средство. Самое интересное слово. Какое самое? Какое интересное? Какое слово? Переспросила заволнованная мама кенгуру. Кенгуру. Доктор ничего не ответил и стал выписывать рецепт. Здесь все указано, сказал он на прощание. Когда доктор ушел, мама кенгуру надела очки, заглянула в рецепт и прочла одно единственное слово. Однажды. Вечером, как обычно, она уложила кенгуренка спать, но укачивать не стала. Только маленький авоська начал хныкать, как мама произнесла самое интересное слово. Однажды. Кенгуренок сразу успокоился и спросил. А что было однажды? Мама, расскажи, пожалуйста. И мама стала рассказывать сказку. Однажды одному лягушонку захотелось мороженого. Едва сказка закончилась, кенгуренок крепко-крепко заснул. И ему снился маленький зеленый лягушонок, который съел целых десять порций эскимо и едва не превратился в ледяную сосульку. На другой вечер авоська сам разделся, сам улегся в постель и терпеливо принялся ждать, когда же мама, наконец, снова произнесет самое интересное слово, с которого обычно начинаются все сказки на свете. Спасибо вам за замечательную сказку. До новых встреч в гостях у Фимки. Субтитры создавал DimaTorzok